К вам вопрос на засыпку. Вы видели когда-нибудь у себя на животе шесть скубов? Вот так к тому. Вы и худеете, и голодаете. Но что-то я у вас не наблюдал шесть скубов. Как говорят, главное брать подкожный жир. Развейте мои сомнения, объясните, ну как? Как говорят, главное брать подкожный жир. Развейте мои сомнения и объясните, что да как? А, шесть скубов это конечно выделяется тогда, когда пресс довольно-таки, ну он говорит, мясистый, хорошо развитый. Что касается меня, я думаю, что какие-то там кубики видны и были-то. Но это так, чтобы явно нет. Поэтому как-то я даже не знаю. Вы видели себя когда-нибудь на кубике шесть скубов? Ну шесть скубов он не видел, а видел сколько? Четыре я там видел, кубика там вот так, чтобы явно. А теперь тем более у меня тут жирок накопился, я так кое-что там просматривал. Кстати, это надо посмотреть мои занятия в спортзале, и там возможно что-то увидите. Николай Солнышкин. Голодание трое суток. Тринадцатая минута называется гипостатическая гипотония. Это вам так, для общего развития. И это не связано ни с каким-то формами существования. Какой бред, люди очнитесь, хватит его слушать. Но уже навредите себе. Голодание трое суток. Так, тринадцатая минута называется гипостатическая гипотония. Вы знаете, я примерно понимаю, о чем он говорит. Это когда человек встает, и у него кружится голова. Вот это можно объяснить действительно. Медицина это объясняет так, но существуют различные другие объяснения. И я вам высказал свое объяснение. Хотите, пожалуйста, не канала Солнышкин, так делайте. Бред, очнитесь и так далее. Хватит его слушать. Навредите себе и так далее. Я уже подчеркивал, как надо начинать голодать, чтобы не навредить себе.